Все участники танцевальной битвы, любители, в течение нескольких месяцев они оттачивали свое мастерство под руководством ведущих танцоров России. Среди них и Елена Успенская. Только в Одинцовском парке чемпионка провела несколько открытых занятий. Потрясающий проект «Уроки в парках» перерос вот в такое замечательное действие, как битва парков в Подмосковье. Потому что хотелось сделать какую-то такую красивую финальную точку, где люди смогут показать то, чему они научились на этих уроках в парках, которые они проходили каждую субботу. И вот учились, приходили, танцевали. И в итоге сегодня здесь они могут защитить честь своего муниципалитета. Каждый муниципалитет собрал свою команду. Все они прошли летнюю школу и отлично подготовились к танцевальной битве. Танцы – это жизнь. То есть, как бы, если даже от этого уходишь, ты все равно потом к этому вернешься. И даже если ты сам не танцуешься, ты продолжаешь смотреть видео какие-то, ходить на соревнования, следить за своими друзьями-танцорами. То есть, это захватывает тебя. Если ты уже начал, ты никогда не остановишься. Останавливаться никто и не планировал. Пары закружились в вальсе. Битва парков проходила по нескольким номинациям. В каждой участники постарались максимально раскрыть свой талант и показать все, чему научились за несколько уроков. Такое счастье, такая радость, когда твое сердце, твоя душа, главное, твоя душа танцует и поет. Будьте счастливы, всем удачи и прекрасного настроения. Знаете, человек тем выше, чем дольше может позволить себе, чтобы длилось его детство. Парк – это детство города. Участники обладают разным уровнем подготовки, но это не главное. Главное, что каждый из них не побоялся выйти на паркет, чтобы раствориться в музыке и танце. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.